друзья привет всем хочу представить вам свой новый проект это караван как говорят дача на колесах дом на колесах как угодно это прицеп 6 метров длиной 230 внешняя 220 внутренняя ширина высота прицепа 2 метра и вес его 1400 килограмм я его приобрел в пустом состоянии и полностью весь пустой и начинаю свое строительство начинает этот проект если вам будет интересно подписывайтесь пишите комментарии ставьте лайки не очень приятно будет пообщаться принять любые 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 замечания потому что это дело интересное одна голова хорошо а 2 всегда хуже внутри всегда замечательно так что я жду ваших комментариев пишите не стесняйтесь я буду на все комментарии отвечать сейчас немножко познакомим что мы здесь происходит здесь это район кухни кухня уже почти полусобранная это входная дверь здесь электрический щит я думаю что пока мисс временный есть санруф здесь будет стоять шкаф если видите он отмечен вот это шкаф с холодильником на 170 литров холодильник 24 вольта все питание автодома 24 вольта кроме некоторых вещей 12 вольт но это будет как бы половина аккумулятором здесь вы видите пока мисс заготовка для еще одного шкафа вот этот шкаф этот шкаф там полностью под 4 батареи 12 вольт 100 ампер то есть в коммутации они получат 24 вольта 200 ампер это инвертор 3 киловатта пока миссии с ним проблема пытаюсь решить вроде бы решил с фирмой маст пришел инвертор проблема у него казалось он через пять десять минут начала работы отказывается заряжать аккумулятор от солнечной панели не знаю чем там проблема как бы мне выслали новую плату так что ждем новую плату будем буду сообщать что происходит с этим на крыше стоят три панели по 500 по 500 ватт 1500 ватт по 50 вольт вот мы на выходе получаем 150 вольт 1500 ватт мощности батареи солнечных это стоит кондиционер фирме пюреминт потолочный кондиционер мотор его стоит на крыше каравана и как бы все это в моноблоке в таком работает он превосходно сейчас стоит температура 16 я не знаю сколько в авто в караване но на улице сейчас 30 градусов в караване где-то ну 25 наверное потому что включил буквально минут 15 назад дальше это туалет и душ здесь уже готов вентилятор потолочный вместе с люком он может открываться у него быть в притяжная вытяжная вентиляция то есть он может работать в две стороны он закрывается если он закрывается все равно остаются вентиляционные отверстия если вы видите немножко светлее это вентиляционное отверстие тоже он постоянно находится под вентиляцией здесь стоит светильник пока месть умывальничек он же душ это ставится вот так вот душ мыло взял кое-какие аксессуары для всяких полочек все все остальное прочее здесь находится туалет туалет тетфорд все 402 открывание электро спуск воды вот так он здесь стоит здесь еще будет я думаю какая-то полочка какая-то полочка что-то еще здесь придумаю то есть немножко нужно будет здесь подумать что здесь сделать здесь есть такая шторочка скорее всего я буду менять на потолочную рельсу которая сделает полностью замкнутый круг душу тогда как бы все это пространство будет закрыто и можно будет спокойно отрать делать это все деревом здесь все это будет облицовываться деревом здесь предполагается кухня вверху антресоль вытяжка и здесь боковой шкаф также будет находиться газовый баллон здесь будет находиться мойка газовая плита шкаф я сказал это стол для обеденной зоны будем говорить так обеденная зона получается у нас буквой п вот так вот она будет стоять стол находится перед ней перед обеденной зоной он раскладывается в кровать который будет по размеру 2 на метр с этой стороны предполагается некая конструкция тумбочка телевизор антресоль здесь также антресоль 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 аж до сих пор это все полки для того чтобы можно было хранить какие-то вещи и в задней части каравана две кровати два метра на девяносто два метра на девяносто между ними небольшая тумбочка и дополнение когда можно будет всю эту кровать сложить в одно в одно большое большое целое это сейчас приготовлены декоративные вещи это с икея это был какой-то там комод ящичек часть из них пойдет в душ на пол в таком вот виде он конечно будет обработан специальным лаком защищаем это от воды часть пойдет на декоративную отделку стены под ней предполагается светодиодная подсветка и это будет выглядеть где-то вот так вот ну это будет как бы панель чуть чуть побольше здесь будет стоять это конечно не эти панели но приблизительно будет стоять панель и продолжение этой панели будет вот эта вот решетка вся тема каравана предполагает морскую тематику поэтому это такой декоративный вид паёлы паёлы это как бы там где в лодках на полу стелятся такие решеточки называется паёла и вот как бы предполагается что из этого будет некая морская тематика некое подобие внутренние яхты вот так так что друзья пожалуйста комментарии лайки подписывайтесь проект будет очень интересный очень динамичный я жду вас у себя на канале спасибо всего доброго пока пока